У этом помешкании находятся самые первые довоенные спровоздачи Института лесу Национальной Академии Навук и уникальные географические карты у Гумельской земли, которые заховались еще с часов Паскевича. С экспонатами музея на прамках медийности науковой установы ознайомился мыр Гумеля Петр Кирыченко разом с информационно-пропагандистской группой Гарвы Канкама. Дорогие уникальные вещи тут можно найти практически на каждом поверхе будинка. Так у одной из лабораторий коллекция штамма у грыбов, якая на сёне признана национальным сдобытком Республики Беларусь. Представляете, в прошлом году, в этом году, в начале года мы купили, приобрели полногеномный секвенатор. Это очень сложная машина, я бы сказал, очень суперсложная машина, но мы её освоили и уже к июню мы провели полное геномное секвенирование грыбофомы. Это впервые в мире это было сделано. Молодые специалисты установы у рамках проекта «100 идей для Беларуси» пропоновали организовать фитопатологичный центр. Идею подтримали. На её реализацию выделили сродки. Гроши выдатковали на ремонт помешкания и на быте обсталявания. И уже сёне идея себе оправдала. За годы иснования института подобных проектов было реализовано немало. Подчас устречи с коллективом, мэр города познаёмился с некоторыми из них. Я обмерковал пытания взаимодействия. Наши каштаны, вот они очень здорово болеют сейчас. Это не сегодня случилось, но вот уже порядка 10, может быть 15 лет, когда мы имеем такую беду. Поэтому я думаю, что имея такой институт, мы, конечно, вправе рассчитывать, чтобы они нам подсказали, и как с теми растениями, которые сегодня мы имеем вести и правильно за ними ухаживать. Ну, может быть, подсказали на перспективу. Всё-таки какие? Учитывая, что город растёт, количество транспорта растёт, экология не улучшается, какие растения, какие деревья, кустарники лучше использовать в городском хозяйстве, чтобы не только украсить город, но одновременно и экологически его очистить. Пётр Кирыченко даустановчую оценку працы коллективу, с яким сустрылся одразу ж после знакомства с деятельностью института. На сустрече он проинформовал об социально-экономичном развитии Гомеля и выслухал, чым всё не живут супрацовники установы. Ганна Ковалёва, Олеса Рудзянкова, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гомель».